Девушки отдыхают Я хочу найти себе девушку, с которой у меня будут яркие и искренние отношения А в этом мне помогут мои друзья Ильдар и Елена Александр, 29 лет Простил жене измену с пластическим хирургом Закрыл глаза на любовную интригу с фитнес-тренером Но когда узнал о романе с партнером по бизнесу, его терпение лопнуло Александр врач-стоматолог Гордится своим профессиональным мастерством Мечтает, чтобы его дочь стала актрисой Предупреждает, что не любит носить рубашки и галстуки Признается, что тяжело встает по утрам Александр не обратит внимания на безликую девушку в серой одежде Женится на яркой и привлекательной особе с формами На которую будут оборачиваться другие мужчины Здравствуйте, Александр Я так и знала, что вы будете у нас в программе, героем Спасибо, я рад вас видеть Спасибо Вы меня поддержали в прошлый раз? Я бы хотел вам подарить всем побуду А если не поддержали? Спасибо Тогда бы меня здесь не было Спасибо, дорогой, спасибо Смотрите, ты всем принес какое Я знаю, что вы попали в немилость от бывших своих родственников Потому что поведали о них миру Не очень лестно, как им показалось Хотя я не припомню, чтобы мы их особо ругали или обсуждали Сказали правду? Да, был такой Может, повиниться хотите? Хотя я бы, например, думала, за что? Нет, я как бы переговорился с родственниками И объяснил им, что я могу подписаться под каждым словом Внешне так себе Ну, красота мужчины не во внешности Ну, да Александр, ну, те, кто не посмотрели эту дивную программу Давайте вкратце напомним Вот вы такой 29-летний врач-стоматолог Приехали в Москву Из? Из области, из 15 километров от Москвы А где вы эту горячую молдаванку-то встретили на своем пути? В военном городке Просто мне очень понравилось Решил познакомиться и подошел Она была выше меня и я сказал, что буду ухаживать И буду носить с собой табуретку, чтобы соответствовать росту Она была яркая, если не сказать вульгарная Очень яркая Но многие мужчины любят таких Ну, и я полюбил С первого взгляда просто очень понравилось А она? Говорит, ну люби, если хочешь, если не лень Нет С каким-то временем она полюбила тоже И она в какой-то момент уезжает в Молдавию к бабушке И мы созваниваемся И она говорит, что мне больше не нужны отношения Ты плохо меня проводил Было что-то не так В результате чего? Я не понимаю ничего Еду через четыре границы Через русскую, русско-украинскую, украинско-молдавскую и молдавскую Без паспорта Меня проводят за деньги И она, ну, мне проводится, говорит Ты кого-то скрываешься или из Москвы Или кого-то убил, или что, как На что я говорю, что нет А сколько до того, как вы к ней поехали в Молдавию, вы вместе прожили? Мы два года встречались Вот вы ее находите в Молдавии Она в полном шоке Я ее фотографирую Вы ее фотографируете и выясняете, что у нее животик-то округлился? Нет, я приезжаю обратно в Москву Показываю фотографии ее маме И в результате чего? Мама говорит, что у нее живот Я говорю, да нет, не может быть И увеличиваем фотографию, присматриваемся и пораду живот Как можно не заметить, что девушка беременна? Немножко поправилась Зато мама молодец, опытная женщина Мама стартует туда То есть вы там с ней спали и живота-то не заметили с голодухи? А мама фотографии увидела И мама что сказала? Ну, метнул сразу Срочно избавляться от ребенка? Да, был такой момент, но В результате семейных Переговоров? Переговоров, да Мы решили оставить ребенка Ну, девушка решила пробиться Столицу, другой город, другую страну Забеременела другого мужчину А вы были уверены, что она от вас беременна? Да, я была уверена Уверена? Вы святой, что ли? Я не понимаю Ведь когда вы приехали в Молдавию К ней Вы же ее поймали С другим мужчиной Такая была любовь? Да, была большая любовь И были уверены, что беременна она от вас Или вам было все равно, лишь бы была рядом? Я был уверен, что от меня Он ее прощал Изменял, он прощал Ну, наверное, любил Хорошо, вы ее сюда приводите В результате переговоров Она соглашается рожать Рожает И что? Ну, меня просто мама с папой Воспитали так, что У меня должна быть одна девушка И на всю жизнь И поэтому я Когда она родила уже И ребеночка привезла На какую фамилию записали? Сначала на свою А потом? А потом на мою Я настояла А почему вы с ней не расписались Уже, когда она была беременна Если так любили? Потому что я хотел Чтобы у меня была Шикарная свадьба И все было шикарно Да бросьте вы Это девчонки хотят Платье, шикарную свадьбу Вы почему? Нет, нет Александр, пока вы мне не скажете Вы не на суде Но я должна знать причину Почему так любили И не расписались с ней Даже когда родился ребенок Тем более вы настаивали Я на тот момент пошел учиться На стоматолога Это никак не мешает Чтобы в паспорте Стоял штамп Это мешает Я очень много работал Чтобы обеспечить свою семью И меня никогда не было дома Я хотел, чтобы Забежать в джинсах В майке В ЗАГС И поставить печать Не верю Я не хочу так Я хочу, чтобы У моей невесты А свадьбу потом И тут она говорит Похоже И вот она сделала себе Нос, грудь С ним договорилась по-другому Платил сначала А потом говорит У него сессия в Питере Нужно, говорит, мне за ним поехать Да, они как бы уехали с командой в Питер А тут вам жена фитнес-тренера позвонила и говорит Ты что, дурак, слепой? Ты пока с ребенком здесь сидишь? Она там с моим мужем кувыркается Ну, да Забери свою жену А вы все время прощали И на этот раз тоже простили Объясните, почему? Я не прощал Я просто много работал Я учился Я хотел достигнуть цели для своей семьи Он за него платил Она гулял Не только с тренером А с пластическим хирургом получается И с тренером еще И потом она как получила Что ребенка-то вам оставила? Ну, мы просто договорились обоюдно Что ей нужно свою жизнь устраивать А мне... А как она себе представляет свою жизнь Без своей кровиночки? Нормально? Нет, она приезжает к ней Каждую неделю А как вы считаете? А вот вы считаете Если вы найдете приличную В чем я сомневаюсь Потому что вам всегда будут нравиться Почему? Ну, потому что С другой вам не захочется спать С другой вам будет скучно Вам будет всегда нравиться такой тип Типаж один же Как бы на всю жизнь И что? И он так же в душе будет хотеть Чтобы она ему изменяла Новое? Или как? И вот у вас только вроде будет налаживаться С женщиной, которая может быть сегодня придет И вы ее выберете И тут ваши заявятся Я надеюсь Ручкой об косяк Санек Пошли по пивку С ребенком в парк И что то и делать? Может быть вы ее продолжаете любить? Нет, это все прошло После определенного момента Какого? Недавно она приехала ко мне И плачет И говорит, что Я кроме тебя Никого не люблю больше Давит на второго ребенка Она плачет И говорит Я хочу быть только с тобой И получается так Что возле ее дома Я еду на машине с другом И она едет на машине Я вижу ее машину И там едет человек Который был с ней Я просто не контролирую себя И еду на них Она в шоке Заезжает на бордюр Я останавливаюсь Вот так И говорю Выходи Она вся трясется Говорит, я не выйду В результате чего Выхожу я Обхожу Говорю Ты говорила, что Любишь меня Буквально 4 дня назад А сейчас ты едешь с ним И порвала все отношения с ним В результате чего Она говорит Я такого не говорила После этого я говорю Все До свидания И ухожу После этого я поставил точку Если допустим Она его поманит Пальчиком обратно Вполне возможно Что он и побежит Да Может быть такое Давайте тогда Будем знакомиться Сейчас с женщинами Я посмотрю Как они будут реагировать На эту вашу историю На ваше прошлое Может быть найдется Такая как я Которая как-нибудь Просто встретит Вашу бывшую И поговорит с ней Так поговорит Что она охоту Ей навсегда отобьет К вам возвращаться Потому что вы Сами этого не сделаете Вот я и придумала Да Женщина должна быть Такая бойкая Только порядочная Вот как ваша бывшая Чтобы всем нравилась И чтобы она Эту пуповину С бывшей Вот так вот Перерезала Я думаю Ты его сразишь Наповал Знаете, девчонки Я что вам хочу сказать Сколько бы мы сейчас Александру не рассказывали Что его дочери Нужна порядочная Мачеха Что в семью Нужно привезти Порядочную женщину И будет он сидеть И горькую пить На кухне Потому что Сердце не будет лежать И не только сердце К этой женщине Вам нужна А что бы я вообще Пстерилизовал Тогда таких И не разрешала бы им Детей рожать Если они Выбирают только По внешнему Очень сложный тип женщины Женщина, которая в себе Совместит несколько качеств Мотать нервы будет И он будет от этого Получать удовольствие К счастью Александр не из тех Кто любит мучиться Он человек Который любит впечатления И впечатления От тех отношений Могут перебить Только новые отношения Которые более яркой вспышкой Сверкнут в мозгу Сверкнут в глаза То есть она должна быть Сейчас еще более красивой Она должна быть еще более яркой И конечно при этом А ей Саше зачем Более красивой Более яркой Перестаньте бредить Саша заботливый Внимательный Он серьезный мужчина С образованием Он отец Женщина красивая Яркая Придет в семью В непонятно какую С какой историей Она будет каждый раз ждать Ту бывшую С родственниками Которая нарисуется С сумасшедшими родственниками С девочкой Которая не от нее Александр Семьозин И он способен любить И он способен строить отношения Действительно Искренне открывая женщине Я считаю Что уже за это Можно полюбить человека Мне было бы страшно Постоянно ощущать Что мой мужчина Может меня В любой момент бросить И убежать к бывшему Я же не смогу Даже спать спокойно Конечно А я бы считала Что девушку надо Вот которая Допустим Для которой семья Это забота о других Вот Лариса сейчас Очень рассказывает про себя Для нее важно Что все обуты одеты были Чтобы у всех денежка была Чтобы счастливы были Вот любите это в ней Поддерживайте И все время говорите Какая-то умница Красавица У нас же Бог послал такую женщину Что бы я без тебя сделала Вот и дочу ты мою поддерживаешь Знаете как нам приятно Я согласна с вами Это мы готовы на диван Александр Скажите Бывшие родственники Помогают с дочерью Забирают Та сторона Ну да Да Сказала мама Что-то я вашего ребенка Тут кормить буду И вот Вам его как посыл подправила Сейчас как бы помогают И каждую неделю забирают Александру нужен просто огонь Женщина Которая выжит все старые впечатления Абсолютно И не только выжит Она еще там порядок установит И скажет этой бывшей И у нас Как в фильме Помнишь Господи Мистер Икс Помните фильм Мистер Икс Старый Который руки в боки И скажет А теперь я сюда пришла Теперь будут порядки Вот такие Значит ребенок с нами живет С нами Я сама буду решать Когда вы его заберете И заберете ли вы Потому что ничему хорошему Вы научить его не можете И вообще вы его не хотели И у вас будет Своя собственная семья Я так и сказала Своя собственная крепость Понимаете И у нас сегодня Абсолютно идеальный Уникальный По своему составу Подбор невест Вам нужна огненная женщина И у нас сегодня Представительницы огненной стихии Все героини Все трое Причем каждый из них По своему Это три разных знака Зодиака огненных Стрелец Лев и Овин Я считаю Что это такой Ну я даже не знаю Музей Шикарный выбор Огненных принципов Это и поучительно И вы сами сможете посмотреть Как по разному Проявляет вот эта огненная энергия Которая вам близка в женщинах Мне кажется Что это будет интересно Я очень хочу посмотреть После рекламы У нашего жениха Состоится первое свидание Не пропустите Вы смотрите Давай поженимся У нас тут и Александр Встречайте первую невесту Удачи Привет, Саша Меня зовут Таня Я надеюсь Что мы найдем общий язык И наша встреча Будет не последняя Спасибо Спасибо Какая яркая девочка Яркая, конечно Да Ну, нет Усилий Здравствуйте, Татьяна С кем вы? Это моя мама Дина Очень приятно Давайте на вас посмотрим Татьяна 26 лет Певица Гордится своей внешностью Мечтает прыгнуть с парашютом И полететь в космос Предупреждает Что никогда не превратится В серую мышь Все мужья Татьяны Восхищались ее яркой внешностью До замужества А после штампа в паспорте Начинали стесняться Ее достоинств Надеется Что Александр Будет любить ее Такой, какая она есть Вам 26 лет У вас было 3 мужа Да Три раза разводилась Ребенок Из своей внешности Есть ребенок Сколько? Кто? 8 лет ребенку Мальчик Да, тоже родили В 18 лет, да? Да Три брака Три брака За 8 лет, получается По-моему, это много для девушки Все мужья как бы Боялись, что рядом с ними Такая яркая женщина И постоянно делали мне замечания По поводу моего внешнего вида Говорили, что я слишком ярко одеваюсь Что слишком яркий макияж Не разрешали мне покупать Короткие платья Ну, то, что ему нужно Он, что за улыбался Он же любит таких Нет, видимо, что у него глаза загорелись Татьяна, у вас роскошная фигура У вас прелестная личика Но в обычной жизни В реальной Это на самом деле выглядит комично Танечка, может быть Вы просто себя боитесь? Вот если все то же самое Короткое платье Ну, в таком образе Я просто чувствую себя увереннее Я чувствую, что я нравлюсь Ну, вы как фрик Ну, она нравится Да, она как фрик, правильно На одну ночь нравится Леди Гага Форева, мне кажется Вот посмотрите Если жизнь не учат Если три раза на одни и те же грабли Ну, какие-то выводы нужно делать Ведь у вас как под копирку, да? Причины Ну, практически, да С первым мужем сколько прожили? Меньше года От первого ребенка От первого, да? От второго брака А вот какие претензии были? Вот прям, говорит, не одевайся Так, я стесняюсь тебя Ну, просто он работал Директором ресторана А я работала там официанткой И мне очень хотелось петь Я ему сказала Я не хочу работать официанткой Можно я буду петь в твоем ресторане? И всегда мы будем вместе Как бы я под присмотром И когда я начала петь Он увидел, что я могу быть яркой Что меня слушают Что я на виду Что я нравлюсь людям И он начал ревновать Стал меня запрещать Людям запрещать Да И хотел меня посадить дома Чтобы я там сидела Пыль вытирала по полочкам Супы Ну да, мужчины-собственники Мужчины-собственники Мне не хотелось очень Понятно В такой жизни А второй муж, от которого вы родили ребенка Насколько хватило? Тоже где-то год Спустя три месяца после рождения ребенка Я ушла к маме домой Он вас бил? Нет, он не бил Но просто были такие ситуации Когда мы лежали с месячным ребенком в больнице Он в это время развлекался на широкую ногу Как бы приехал один раз И то так Может быть вы не тех мужчин Вы убирали Чувство долга Может быть вы мужчин тоже Таких неправильных загульных любите? Ну, я как бы всех своих мужей любила Должен найтись мужчина Вот и для таких девушек Но не Александр Ну да, не он Дина Вы где были? Вот когда ребенок в 18 лет родилась? Когда ребенок уже в 17 лет второй раз замужем Мама помогала мне всегда Ну, я полагалась на ее вот Вы москвичи? Да, да Но любовь такое дело, что остановить тут просто невозможно А ремень? Ну, какой ремень? Когда 15-летняя девочка рожает, ее мама говорит Ну, она же любила Мне хочется ремня дать и дочке, и маме в первую очередь А вы сами замужем? Нет, я в разводе Ну, вот когда она там в 17 лет Вы в разводе уже были? Да Ну, мы уже своей просто личной жизнью занимались там Вот вам плохо было, поэтому не до дочки там У меня мама тоже 18 лет родила Мне почему-то кажется, что они очень похожи И по характеру, и внешне с его бывшей Ну, он умный парень не будет на те же грабли несколько раз наступать А то он здесь просто попрыгает просто на те граблях уже Александр, вот перед вами Танечка Вот такая яркая, с ребенком Пообщайтесь, пожалуйста, ребят Потому что у Александра тоже ребенок Способны ли вы... Потому что, мне кажется, вы девушка добрая Вот как-то внутренне я вижу, что вы добрая Возьмете на воспитание? Ну, если Саша сможет обеспечить нас всех А вот сколько вам надо, кстати? Минимум тысяч... Семь долларов в месяц Это минимум Семь тысяч? На всю семью На всю семью Из четверых В принципе, девушка, по-моему, хорошая Просто это все наносное у нее Просто наносное, да Как будете вы снять отношения и будете ли с его бывшей? Если у вас все хорошо, зароманите с Александром, съедетесь, будете вместе жить И тут она на 8 марта с тортиком Ну, я ее просто пошлю куда подальше тортом в лицо Молодец, умница Свою нужно защищать Если к вам лезет сумочка за кошельком, в руке ударите Естественно А это не кошелек, это ваша семья, поэтому защищайте Сейчас вы где работаете? Поете в ресторане, да? Я пою... Нет, я сейчас гастролирую, у меня своя шоу-программа По поводу гастролей, Александр, как вам будет кровь-то вашу подогревать? Будет вам это нравиться, будете нервничать? Вы не откажетесь от своих привычек любить горячо и любить в мучениях? Не откажетесь, потому что это будоражит Да Мужья возмущались, когда я уезжала Представляю, сверлит он зуб кому-нибудь И в этот момент думает о том, как она выступает и начинает ревновать Ужас Да? А что, у леди врачи спрашивают? Такие зубы у российских Ну, а я выступаю, буду тоже думать о нем? У меня все песни о любви Если вы поете, может быть и сюрприз у вас связан с этим? Да, я подготовила песню для Александра, только мне нужно переодеться Да что вы, это же сценический костюм у вас Ну, есть еще лучше костюм Давайте, мы вас ждем Еще лучше? Меньше, что ли? Я думаю, он будет весь в камочках Александр, сюрприз готов, пройдите, посмотрите Целый месяц мне есть, каждый грамм на счету Хочешь сладкую жизнь, будь всегда на чеку И не важно здоровье, и зачем мне семья Жизнь не главное, возвеличить себя Мировое господство, все мужчины у ног Мне кажется, знаете, как змея вот так вот заколдовывает? Я знаю, вот так Ахмурьева, да Ахмурьева Я богиня красоты Я волшебный эликсир любви На других ты не смотри Я все, о чем мечтаешь ты На что ты пойдешь? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Танечка Проходите с мамой в свою комнату Не забудьте цветочки АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как тебе? Молодец, хорошо АПЛОДИСМЕНТЫ Ну я думаю, ему понравилось Да, он был удивлен 89-й год, город Саракташ, клуб Цурюб при мукомольном техникуме Начало перестройки Что мы хотим? У нас до сих пор на эстраде практически все Эти глазки голубые Все про это Просто у кого-то хватило мозгов соскочить и перейти на другие рельсы У Татьяны не хватило Поэтому только жесткие рукавицы и брать ее отсюда вытаскивать Но это потому что ужасно Нет, мне не нужен жесткий мужчина Мне не надо, нет, ни за что не ссадиться Девчонка хорошая, красивая, с прелестной фигурой Голоса нет, петь не умеет, одета Кошмарный ужас Так что я думаю, вы, Саша, человек серьезный Двое детей Пусть поет для удовольствия Красоту эту и так спрятать невозможно Что вы скажете? Мне кажется, что Таня не подходит Саше на момент сейчас Она не вынесла уроки с прошлых А вы что скажете? Мне тоже кажется, что это не Сашина судьба Александр? Меня напугала только плетка А Баря не напугала? Да, она, послушайте Можно бы сделать, чтобы было вот такой комичный, практически клоунский номер пародийный И здесь бы хлыст был уместен, эта плеточка И ее вот этот из дешевого секс-шопа костюм был бы уместен И ее вытравленные волосы Только плюс Одно слово Талант И можно было сделать это виртуозно Можно было сделать это так ярко Мы бы сейчас лежали здесь в покатуху все Но это не про что И вот этот такой, знаете, ослабленной рукой Безвольный Вот с этим, зачем он ей нужен был В общем, дурью мается А мама ей подогревает Мама с такими глазами смотрит Доча на сцене Хорошая девочка Пусть она нас услышит Не знаю, может это правда Вот, ну, ваш тип И еще И ради страсти Вы-то ж мужчины намного чего способны-то Поэтому сбрасывать вот так С счетов не буду Но на нее мусульманин нужен Вот быстренько он ее Вот это, да И, кстати, вы взгляд смеетесь А что? И вот и там, знаете Наши мужчины умеют находить нужные слова Только интересно Когда он к мусульманской маме Розе Приведет ее, знакомится Что с мамой будет? Она вот вряд ли так Зато квартира освободится Мама, ты быстренько Поэтому Как тебе, невеста? Мы увидели такую первую ипостась огня Одну из Внешняя яркость Желание произвести впечатление любой ценой На себе сконцентрировать внимание Она просто поняла, что вот этот провокационный И, ну, немножко дешевый, честно говоря, образ Он притягивает внимание Потому что он гротескный просто Но никак не может понять, что Ну, не стоит так Все-таки ходить в обычной жизни Но еще одно качество огненных девушек Это, ну, такая социальная глухота Невозможность услышать близкого И несколько мужчин Несколько ситуаций, к сожалению Но никак ее не научили Да неправда Все мужья были виноваты Давай поженимся теперь ваше мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет В любое время Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом А пока реклама, оставайтесь с нами Махеев, я думаю о том, что ты ешь В эфире давай поженимся на студии Александр Встречайте вторую невесту Привет Меня зовут Татьяна Я очень хочу тебе понравиться А это для тебя и для твоей дочери Спасибо А это тебе Спасибо Молодец Подготовилась Дочке подарок припасла Здравствуйте, Танечка Здравствуйте Я хотела вам дарить Большие подарочки Так как я флорист Спасибо Флористу сказаю С подарками пришла, видишь? Готовь Это внимание, видишь, сразу расположила к себе Я приехала со своей мамой Ольгой и сестрой Марией Молодец Давайте на вас посмотрим Татьяна, 21 год Флорист Гордится тем, что уже полгода занимается танцами на шесте Мечтает завоевать чемпионский титул Признается, что не смывает косметику на ночь И оставляет в раковине грязную посуду Муж Татьяны очень болезненно переживал появление ребенка в семье Чтобы помочь ему справиться со стрессом Была вынуждена подать на развод Надеется, что Александра отцовством не напугать Я приехала именно к Александру Александра увидела моя мама по телевизору И сказала, вот этот человек, это твой человек И он тебе подходит Хорошо, я пересмотрела Действительно, мне очень понравилось Оля, а чем понравилось? Поэтому я здесь Главное, вот первое, то, что он сам воспитывает дочь Это очень... о многом говорит Об ответственности Хочется для дочери хорошего, ответственного мужчины Тем более у дочки Сколько вашему ребенку? Два с половиной года дочке Лена, только ты у нас без детей Ни раз замужем не была Но это даже лучше Это все потому, что я мыслю далеко Потому что есть голова на плечах Да А как так получилось? Вышли замуж по любви И что потом вдруг с ним случилось, что он не мог пережить рождение ребенка? Глупость какая-то Как бы не в этом дело Просто человеку это еще не нужно было Не нужна была семья Он не понимал, что такое семья Вы же были замужем официально? Да А в браке в основном дети рождаются? Ну вот когда появился ребенок Он начал... он выбрал, во-первых, ночную работу Чтобы... Скажите, а ребенок был беспокойный? Квартира маленькая? Нет, мы жили... У него квартира большая То есть все нормально Но ребенок, конечно, в первом месяце все дети беспокойные А вы вышли замуж уже будучи сильно беременной? Да, я вышла замуж на четвертом месяце беременности Сколько вам было? 18 лет? 18 лет я беременела, 18 лет вышла замуж Прожили мы 2,5 года вместе Но из этого года... он год был в армии Вы его ждали? Ну можно считать, что... Я его ждала, конечно, ждала Притом в армии он сбежал, потому что если жена беременна и маленький ребенок То не берут, это можно только самому попроситься Он сам попросился, да, это на самом деле было так У Карды пекло Это вот тоже безответственность Как можно уйти в армию от жены такой красивой и ребенка? Вы православная, да? Я мусульманка, у нас папа православный У нас смешанная семья Но Таня у нас училась в Таташской гимназии Но не хотела никого как бы обидеть И как, мама, вы это? Вот как вы позволите? У нас семья очень такой... я тоже рано родила ее Рано завтра И у нас как-то в семье это... Принято, у вас принято рожать Ну да, у нас приняты полные семьи Да, разводов не было У нас разводов очень много А кто настоял, чтобы вы ушли из семьи? Вы, Оль? Нет, я вообще... Нет, я вообще... Я в эти дела не вмешиваюсь Мама никогда не вмешивалась? Ну, могу не... вот как бы какое-то слово сказать Но вмешиваться нет Мама молодая, зачем, конечно, вмешиваться? Мама, да, хорошая теща будет Вот я уже слышу, ну, от многих родителей Я не вмешиваюсь А вы этим гордитесь, что вы не вмешиваете? Нет, мы не то, что не вмешиваемся Конечно, я ей говорю Может быть, стоит руку держать на курсе? Булату, я, конечно, такого не говорю Но я через дочь Потому что... А почему бы не сказать, зять, ты что делаешь-то вообще? Это моя кровиночка Ну, последний, когда уже начались драки, конечно Мацан молодой, ну учу, давай, не знаешь, что сказать Нет, когда уже начались драки, конечно, я... Драки? Я сдала, конечно, честно говорю Я сдала, конечно, милицию Я сидела с ребенком, он возвращался там в 8 утра Он, да, в 8 утра возвращался, никакой Я начинала отношения выяснять А что, если бы изначально не заставили пожениться на ней, и чего? И родители там не поничь, и нормально А как он, все, он татара виноват Мне пацана тоже жалко Пойди тут взвоешь Молодые люди оказываются достаточно прогрессивными для того, чтобы вступать в ранние отношения мужчины Но потом совершенно непрогрессивны для того, чтобы... Это ребенок плачет, кормить его нужно, и надо бегать в молочную кухню Как обычно бывает, женщины на себя перекладывают всю ответственность на себя А мужчины хорошо от этого абстрагируются А вы готовы воспитывать? Конечно Скажите, а если... тот же самый вопрос А если будет частенько нарисовываться бывшая? Это пока у него нет женщины постоянной, она может устраивать свою личную жизнь Поверьте мне, как только появится кто-то у него в семье, начнет дочку за руку, поведет ее в первый класс, та нарисуется со своими правами Как вы будете? Вы готовы к войне? Конечно Готовы? Точно? Конечно, я буду стоять за свое Молодец, помнела Буду стоять ценой А скажите вам, какой самый лучший совет? Сказать ей, а забирай Вы должны договориться А мы так решили Сказать ей, забирай дочь, ты должна ее воспитывать И вы увидите, что с ней будет Она же будет продолжать искать себе свою судьбу Не заберет, скажешь, тогда условия Либо забираешь сейчас, либо больше не появляешься Да, именно так Я не вижу огонька в глазах Когда я зашла, он потерял дар речи просто И все потеряли Она села, как серая мышка и сидит Что-то там Я даже не хочу слушать, что она там говорит Такое ощущение, каждый на своей волне Если ты переедешь в Москву, чем ты будешь заниматься здесь? Если я тебя привезу А вы тоже мечтаете, да? Я Лариса У меня 7 лет стажа, Лариса Не проблема, да? Не проблема, конечно Красота Магазинчик откроете? Конечно Стоматология, реально? Да, кстати, вот почему еще Вот вы стоматолог У меня мечта была стать стоматологом Вот, и если моя вторая половинка будет стоматологой Я буду считать, что моя мечта осуществилась А вам всего 21 год Вы можете дать, как Александр Я знаю, вы получите это образование Я об этом думаю, да? А я думаю о том, не посмотрите ли мне уже на сюрприз Проходите Вот смотри, мам, у меня вот вроде, ну, вполне приличный наряд Она пришла в какой-то ночнушке просто, в кружевной Ну, да Мне сделали замечание, ей по поводу ее внешнего вида ничего не говорят Ну, посмотри, прозрачные рукава, это же все вульгарщина Опять-таки, все там тоже видно Так как и у тебя, у меня есть дочки Я предлагаю тебе порепетировать и сделать прически этим куклам Я готова Давай АПЛОДИСМЕНТЫ Думаю, что ничего такого делать не будем Просто, может, косички заплетем У меня косички, так как я провожаю иногда дочку в садик Я могу ей заплести Отлично Посмотри, как смешно Видишь, мам, ей с ним только в игрушки играть Как бы ничего тут серьезного быть просто не может Ну, как в детском саду Детский сад я сильно огняю На утреннике, да, похоже А у тебя есть резиночки? Вот, вот здесь резиночка А расческой? Расчески, к сожалению, здесь нет Слушай, у него получается лучше, чем у нее Ой, Саш, нужна женщина скорее этими в семью Нужна женщина Я готов Да, молодец, спасибо Танечка А эту куклу я хочу подарить твоей дочери Чтобы у нее длинные волосы такие Чтобы она тоже училась сделать прически У меня тоже такие светлые волосы Спасибо большое Спасибо, дорогая Проходите, Олечка, в свою комнату Надеюсь, мне ему понравилось Все, молодцы Молодец Александр Да Вам не просто повезло Я считаю, вы должны ликовать от счастья Посмотрите, яркая Потрясающая С такой мамой вам не нужно будет никого завоевывать Готовая ко всему А какие сюрпризы Удивительное дело А вы что скажете? Мне Таня тоже очень сильно понравилась И я считаю, что она подходит Саше Да Она яркая, красивая, открытая Учить не нужно ее ничему Как готовить, как к мужу относиться Что такое семья Ну не повезло и с дураком, с молодым Ой, какая женщина Ой, как приятно Я же смогу не могу Блин, мне Таня очень понравилась Во-первых, женщина, которая из Татарстана Мы-то вольные, да За злом в карман не полезем Но мы преданные Это вот из этой серии Нет, я молчать не буду И за злом в карман тоже не полезу Мне кажется, его немножко смутило То, что мы из Казани, короче Ну еще одну ипостась Еще одно проявление огня Мы увидели овен И красное платье И даже куклу подарила в красном платье Чтобы напоминать о себе Я думаю, очень правильный ход Одна из черт огненных В ней проявилась такая Как энтузиазм и активность Я уверена, что она в отношениях С молодым человеком Слишком много брала на себя Слишком задавала тон этим отношениям И бежала впереди паровоза Как говорится Так и беременность это получилась Так и замужество Но, к сожалению, для людей огненной стихии Я тоже овен Не всегда близкие Согласны выдерживать тот ритм Который мы задаем Вот она задала этот ритм взрослой жизни И он не был к ней готов просто Но я думаю, что мы умеем делать выводы На будущее из своих былых каких-то ошибок И она исправится Понравилось Совсем скоро жениху предстоит Третье свидание После рекламы Смотрина продолжится Оставайтесь с нами Если вы хотите выйти замуж С помощью свекрови И сыграть свадьбу Принимайте участие в новом проекте Первого канала Заполняйте анкету на сайте 1tv.ru И становитесь участником Захватывающего реалити-шоу Если ваш сын одинок И вы считаете, что можете ему помочь С выбором будущей жены Принимайте участие в кастинге Нового реалити-шоу И заполняйте анкету на сайте 1tv.ru Вы смотрите Давай поженимся И я предлагаю Александру Встретиться с третьей девушкой Проходите Привет, Александр Меня зовут Елена Я надеюсь, что это наша не последняя встреча И у тебя очаровательные глаза Спасибо Симпатичная девушка Симпатичная, да Здравствуйте, Леночка Вы с кем? Здравствуйте Это мои две подруги лучшие Катя и Юля Давайте вас посмотрим Елена 23 года Сотрудник банка Гордится своей работой Мечтает поступить во ВГИК И сыграть роль Екатерины Великой Предупреждает, что любит спать на полу И не переносит неприкрытой лести На протяжении двух лет Возлюбленный признавался Елене в том, что не любит ее Ждала ответного чувства до тех пор Пока не узнала, что он помолвлен с другой девушкой Надеется, что с Александром Она узнает, что такое взаимность Вы замуж хотите выйти, правда? Ну, вы знаете, каждая девушка мечтает о... Нет, либо ты мечтаешь поступить во ВГИК И тогда не мечтай выйти замуж Да, я действительно очень хочу замуж То есть в большей степени, чем в ВГИК Ну, молодец, молодец Забудьте Зачем будете развлекать музыку? Вас не смущает, что у Александра дочка? Нет, я на самом деле очень люблю маленьких детей И я неоднократно замечала, когда я еду в метро И на меня смотрит какой-нибудь ребенок И я ему улыбаюсь в ответ Потому что вы милая Я ему улыбаюсь в ответ, он весь вот так вот стесняется Потому что вы милая Готова замуж? У меня волосы длиннее Талия тоньше Грудь больше Ума побольше Опыта больше Нет, он совсем... Ему сгрустнулось Он весь расстроенный Леночка, скажите мне, пожалуйста Как вы на протяжении четырех лет Двух Двух Два с половиной Могли жить с мужчиной, который вам просто напрямую говорил Не люблю я тебя, люблю другую У меня очень сильный характер Закаленный И я ждала, я каждый день верила То, что действительно я смогу сделать так, что он меня полюбит Бесполезно так стараться Не заставишь человека полюбить Конечно, не заставишь Да нет, конечно Насильный Насильный Мил, не будешь Заниженный А потом выяснилось, что он женится Вот на той, про которую говоришь Нет, он не женится Просто на какой-то период времени Мы с ним после одной встречи Очень сильно поругались Очень сильно поссорились Через две недели я смотрю У него статус в социальных сетях помолвлен Думаю, ну не обратила внимания Через месяц он мне первым написал То есть, что, как, как дела, да, в общем, как обычно И, ну я сказала, что я действительно очень соскучилась Я хотела бы встретиться с тобой Он сказал, проблематично, у меня есть другая девушка Ну, тогда уже все Какие могут быть вопросы Я не собиралась с кем-то соперничать Бедная девочка Он не любил вас, конечно, ни одной минуты Ужасно Не знаю, я считаю, это самое тяжелое Как так можно навязываться? Ее не любили Терпеть Вот она хочет, чтобы ее просто любили Любили, да А ты уверена, что ты отошла от прошлых отношений? Да, полностью Просто вот на сто процентов Вы знаете, на самом деле Мы с ним два с половиной года были, можно так сказать, вместе Но к концу наших отношений Я уже понимала, что я его не люблю Но вот это чувство привязки Когда ты общаешься Привычка, да То есть осталось только чувство привычки А готовы соперничать с бывшей Александром? Как будете решать это дело? Просто запретить всякое общение Или сказать, забирай Нет, нет Я ребенка не отдам Знаете, я такая Ну Какая умница Какая молодец Детка Моя хорошая Я подумала, что больно Почему плачете? Потому что представила, как ребенка забирает, да, та кукушка Которой не нужен ребенок Моя девочка золотая Да умница Все у тебя будет хорошо Не отдадим мы ребенка этой Ирке Зачем не отдашь? Это не твой ребенок Да, это не твой Ты своего родителя Не будешь отдавать Ты спроси Хочешь, забирай Не хочешь, все Не появляйся Иди, показывай сюрприз Я царевна Несмеяна Где мои женихи? Вы мне обещали Полцарства еще в придачу отдаю И почему он не розовый, а? Да что ж такое-то, а? Всему надо учить Кошмар Куда мы попали, мама, дорогая Это она дома себя так будет везти? Такие скандалы ему закатывать? Ну, она в образе Смотрите, какой мальчик сидит Сюда Молодец добрый Иди-иди Да, видишь, он в шоке Он в шоке Ну-ка, одевай Тебе больше пойдет, чем мне А то мне розовый обычно идет Поможешь? Конечно Вот один минус только Маленький, ростом Нормальный? Молодец Слушай, она прям вешается на него Ну да Предлагает себя Молодец Хорошая девочка Вам повезло с подружкой Проходите в свою комнату АПЛОДИСМЕНТЫ Как все равно Приседался Лена, молодец Лена, ты вообще красавица у нас Ну как, она вам Впечатлила? Он твой Понравилось, он твой Интересная девочка Очень добрая, открытая, искренняя Ну, Саша Убирать будет Я думаю, он зайдет к нам Конечно Леночка очень понравилась Знаете, у нее редкое качество Способность сопереживать Конечно Она вообще у нас никогда не плачет А тут-то просто Навзрыд Я вообще не люблю Инфантильных людей Я так рано Повзрослела сама Что я всегда Остороженно отношусь к людям Которые, думаю В 24-й год Сидят, пилят под девочку А здесь она Вот каким-то чудом Сумела в себе Сохранить эту детскость Сохранить Она в ней такая Природная Согласен Поэтому не раздражал Этот ее этюд Навар, думаю Ну какая же она Будет какая-то Хорошая Такая прелестная Совершенно Это здорово На самом деле И она готова Она будет свою семью Защищать Этими кулачками Маленькими Такими Она будет отстаивать Только не по-жлобски А сердцем Редкая девочка Ну да Еще один огонь Огонек Можно так сказать Если Лев сказал Я хочу То он к своим желаниям Пойдет Невзирая ни на что И она Вот эту свою любовную историю Проживала именно так Силой желания Просто очень любила Очень хотела Я считаю Что она с такой же харизмой С такой же С этой же силой желания Может броситься И на построение Новой семьи Главное Чтобы мужчина Нашелся Тот Который это оценит И тоже ответит Теплым чувствам Слушай, как смотри Мо Идет К лицу Прям король К твоему платью Прям Ну что скажете Кого-то нужно посоветовать Из трех совершенных прелестниц Я, Саша, советую Вот из трех девушек И взять вторую Таню А вы что скажете Мне тоже Таня очень понравилась Потому что она очень искренне Открытая И она изначально заявила Что Саше ей понравился с экрана То есть Она реально пришла к нему Да Мы шли именно к нему Я к тебе шла Конечно, меня Елена третья очаровала Очаровала Но она еще 23 года Она маленькая Она не знает У нее нет опыта детей И пока мне ее страшновато к вам И она, мне кажется Не та ваша фантазия Вы будете от нее погуливать Лена, тебе понравился жених? Понравился, да Хорошенький Очень интересный мальчик А вам-ка? Мне тоже очень понравился Мне кажется, твое Погулять вам не даст Татьяна вторая Я согласна с вашими друзьями Потому что в ней есть то, что вы любите То, что вы цените И она за семью будет свою Конечно, держаться крепко А если он зайдет к нам в комнату? Конечно, выйдет Я же за ним сюда пришла Я бы не стала вам рекомендовать Лену Особенно даже Леночке рекомендовать Вас Почему? Только потому что молодая, красивая Почему вы должны выходить замуж за мужчина с ребенком? Вот тебе прям Здравствуйте А вот с Татьяной там Там уже дети есть в конце концов Не забалуйте особо здесь Да, и все так хорошо сложилось Потом все-таки Ну, татарская кровь Типа один такой Вы кругловицей такие оба Татарская кровь течет В общем-то Так что не забалуйте Таня Нас поддерживают Нас поддерживают Только жених Как-то неактивно поддерживают А звезды вас? Да удивительное сечение обстоятельств Любую можно В общем, было бы выбирать Потому что любая представляет из себя Вот хотя бы несколько черт Которые вы цените в женщинах и любите Выбирайте на свое усмотрение Но только уж обещайте, что вы женитесь через какое-то время Решили? Проходите Мы вас поддержим в любом случае Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс их номером по телефону 4151 Магомед, 26 лет Номер 2829 Пиар-менеджер Занимается спортом Любит активный отдых на природе Хочет познакомиться с милой женственной девушкой С красивой открытой улыбкой Наталье, 49 лет Номер 2830 Актриса, певица Пишет песни Любит путешествовать И увлекается психологией Хочет встретить интеллигентного и образованного москвича От 35 до 50 лет С которым создаст крепкую семью Мы не знаем, выйдет Александр Один Или с избранницей Приглашаю всех Выходите, давайте его поддержим Привет, ты меня же понравился Вы же знаете Да, конечно У нас есть пара Александр и Татьяна И мы вас поздравляем вместе с группой Руки вверх Когда вы встречаетесь с женатым мужчиной И он вам говорит Что он давно с женой не спит Это все для вас, для дурочек Такая легенда, чтобы вас Стащить в постель Так что вообще было через полгода А вы будете там телефончик проверять? Ну, я по образованию айтишник Если понадобится, проверю Кстати, где деньги? Я забыл их Кому-то нравится жениться Кому-то не нравится Да никому из мужчин не нравится Он не должен нравиться Я хочу по любви Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!